Ребята, всем привет! С вами Александр, вы на канале Миньор и сегодня мы будем говорить о новый Mad Max, который уже имеет GUI, так званый Graphic User Interfaces по простому графическую оболочку. И теперь Mad Max стал ближе к каждому, а точнее теперь Mad Max для каждого, в смысле он очень дружелюбный. Но перед тем, как мы продолжим, как обычно, напоминаю вам, не забудьте подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы вам приходили все уведомления о новых видео и о новостях, которые я регулярно публикую на вкладке сообщества. Также напоминаю, что под каждым видео есть ссылки на файли, точнее на Google документ, который вы сейчас видите перед собой, где находятся все возможные полезные ссылки по настройкам, по форкам, по Mad Max и по разным железякам. Итак, собственно говоря, в разделе Mad Max в этом файле есть ссылка скачать прогу, если мы на нее нажмем, мы попадаем вот сюда, это у нас пользователь Stockist, который выкладывает Mad Max версии для Windows, потому что сам Mad Max выкладывает только версию для Linux. И у нас появилась новая версия 0.1.5. В прошлой версии, которая выходила уже почти месяц назад, у нас добавлялся параметр C, который нам нужен для плотинга портативных плотов, NFT плотов, так сказать. В этой же версии у нас, вот я смотрю, что у нас добавился параметр C, это Multi2, это мультипликатор, который умножает количество потоков. Не совсем понятно, да, как он, собственно говоря, работает, то есть у вас, допустим, 8 ядер, 16 потоков, то есть мы раньше ставили просто 16 потоков, но это было в обычной программе в Mad Max, собственно говоря, вот то количество потоков, которым мы указан параметром R, оно не имеет отношения к физическим ядрам или потокам, это какой-то свой абстрактный какой-то показатель, и его можно ставить больше, чем у вас ядер. Ну и, собственно говоря, появление этого мультипликатора говорит, в принципе, о том, что если у вас, допустим, вот у меня 8 ядер, 16 потоков, вот в каких-то моментах процессор все равно остается не полностью загруженным, типа, можно установить не 16, а, например, 32, ну, мультипликатор поставить 2, и тогда будет у нас не 16, а 32 потока, но, наверное, система тогда будет вообще неадекватная, то есть при 16 потоках в Mad Max на 16-поточном процессоре система отзывчивая. Да, но я помню, когда я запускал 2 копии Mad Max, то есть, ну, с 2 батников запускал в параллель, не помню, поскольку по 16, наверное, запускал, да, оно имеет смысл, то есть выгода получается, но система становится неадекватной, вообще, то есть она реагирует с гигантской задержкой, работать невозможно. Ну, я думаю, это вот что-то вроде того, то есть, чтобы не приходилось запускать 2 копии, там, 2 плота в параллель, да, даже на Mad Max, можно поставить мультипликатор, возможно, это будет быстрее. Это я еще не проверил, сам Mad Max я уже запустил и создал один плот NFT-шный с ним, сейчас мы про это дело поговорим. Давайте сейчас немножко отвлечемся, глянем, что у нас там по емкости сети, ну, стоит, в принципе, люди переплочивают, как я предполагаю, это хорошо пока что, но будет расти, будет обязательно расти. Также у нас вышла, словно говоря, версия Chia 1.2.3, я ее еще не ставил, и давайте глянем, что у нас по курсу, да. Вот такой вот у меня тут график, да, как я и говорил, район 200 мы поджимали, поджимали и его пробили, да, и ближайший уровень сопротивления у нас вот эта вот проторговка, вот мы ровно к ней и пришли. Ну, сейчас надо смотреть, что будет дальше, может быть, вот что-то вот такое, вот такое, ну и, естественно, вот такое. Три варианта, три у нас есть варианта. Так, ну, это уже на самом деле хорошо на многих валютах, вот, например, я еще, допустим, вот смотрю, это у нас NEM, NEM начал падать немножко раньше других, и он довольно так сильно откатил, тоже такой гигантский клин создал, и вроде как из него вышел, вот у нас уже идет вот такая вот проторговочка, да, у нас вот этот уровень очень значимый на NEM, как 200 баксов на Chia, вот у NEM вот этот диапазон, вот примерно, ну, вот 0.16, 0.20, да, вот эту вот зону нужно проходить, закрепляться, и тогда можно идти будет выше. Что у нас дальше, вот Doggy Coin, Doggy Coin вообще можно вот такой какой-то гигантский треугольник нарисовать, но здесь тоже непонятно, вроде как наклонную линию он и пробил, идет какая-то наторговка, ну, опять же, нужно смотреть, куда она пробьется, но здесь у Doggy Coin где-то вот здесь вот будет такая важная зона. Закрепится выше, ну, пойдет куда-то повыше. То есть много альтов, у которых похожая картина, но Chia, кстати, отстрелила очень хорошо, вот она сделала, ну, не 2 икса, почти 2 икса, да, допустим, если тут было 158, то это было бы 320, ну, у нас было 290, то есть недалеко она ушла, но опять же у нас здесь, здесь, вот здесь вот такой вот большой уровень. Ждем, что будет дальше, но у Chia есть такая вот интересная штука, что если вот набросить FIBA на весь ее рост, даже вот я не беру вот этот вот неадекватный скачок на 2500, а уже я отталкиваюсь от 1678, это был такой уже более органический максимум ее, то ближайший, ближайший уровень FIBA это 517 долларов. И, собственно говоря, это очень сильный уровень, а до того момента, в принципе, такого более сильного сопротивления нет. И очень высоки шансы, что мы все-таки дойдем до 500 в ближайшей перспективе, не знаю, но если, как говорится, биткоин будет откатывать до 50, там, 1-55 тысяч, то вот Chia мы увидим по 500. Но это очень сильный уровень сопротивления, который будет пробить довольно тяжело. Но будем ждать, посмотрим, что у нас там получится. Ну и на вкладке сообщества, ребятки, заглядывайте, я регулярно публикую всякие новости. Вон там Polonyx разыгрывает 10 тысяч баксов. Можете заглянуть, кто вдруг не зарегистрировался, зарегистрируйтесь. Хорошая биржа, проблем никогда она мне не создавала с 2017 года. Ну а мы возвращаемся к нашему Mad Max. Вот смотрите, когда мы качаем Mad Max, вот версия Plot Manager, то есть он уже называется немножко по-другому. Собственно говоря, вот наш Plot Manager, если мы его распакуем, у вас будет всего лишь два файла. У вас будет, вот этих двух не будет, будет Plot Manager и Chia Plot Manager, все. То есть у вас будет два файла. Кстати, на него у меня антивирус мотикнулся, так что, ну, имейте в виду, антивирус нашел в нем что-то плохое. Хотя в старых Mad Max'ах он ничего не находил. Как говорится, я вас предупредил. И если вы запустите Mad Max, то у вас появится, по-моему, откроется он на вот этой вот штуке. Join Pool, Pool.123xch.com это какой-то спонсорский пул с Тоткиса, получается, или самого Mad Max'а, скорее всего, с Тоткиса. Как говорится, про этот пул ничего не знаю. Кто хочет, может на него, как говорится, помайнить. Если сюда перейти, там будет просто адрес этого пула. Ну, для того, чтобы вы его создали NFT и туда помайнили. Ну, в качестве благодарности. Здесь ничего нет. Здесь только Final Destination Folder и все. И количество плотов, вот, вы можете накрутить. И кнопка Start. Мы же переходим сразу на вкладку Настройки. Давайте по порядку. То есть, Farmer Public Key. Ну, это ваш публичный ключ, который вы можете увидеть вот здесь, вот в разделе Ключи. Нажимаете Ключи, нажимаете потом на глазик своего ключа. Кстати, ну, опять же, все инструкции вот здесь есть. Все команды, Showkiss, вот команда Chia Showkiss, вот она вам и покажет. Если не хотите смотреть через GUI, можете смотреть через командную строку или PowerShell. В общем-то, все в файле есть, под каждым видео ссылка на него есть. Так, идем. Здесь есть галочка Переключатель. То есть, вы переключаетесь туда и сюда. Эта галочка меняет вот эти вот два поля местами. То есть, у меня, я создавал плот и нефтишный. Я вводил Farmer Public Key, который вы смотрите там в глазике. И вам нужен будет пул Public Key, если вы хотите создавать старые плоты. То есть, старые, которые нельзя подключить к пулу. Да, тогда вам нужно будет вводить пул Public Key, который, опять же, там же, где и Farmer Public Key вы смотрите. Поскольку, если вы создаете новые плоты, портейбл, так называемые, то вам нужен пул контракт адрес, который вы берете вот в разделе пулы. Давай проснись. Вот. Вот я брал вот здесь. Вот здесь. Вот так. Давайте сейчас мы, кстати, сразу добавим. Добавить директорию. Вот так. И проверим, как мой там плот. Я его кинул на диск С. Где ты мой диск С? Диск С. В папку Temp. Я его бросил. Вот наш плот. Закрыть. Так. И надо обновить нажать. Разделе участки. Да. Вот он подтянулся. Ну, то есть, как бы, все работает. Все. Все создается. Итак. Разобрались, да? То есть, вы вводите либо пул паблики, если для старых плотов, либо пул контракт адрес, если вы создаете портейбл плоты. Дальше идут параметр R. Количество потоков, которое не имеет отношения к физическим потокам на вашем процессоре. Опять же, я указал 16, но по умолчанию стоит здесь 16, если я не ошибаюсь. Вот этот мультиплеер, который появился новый, это параметр K. Он в кавычках здесь и написан. По умолчанию стоит 1, я его не трогался. Следующий эксперимент, вот сейчас я запущу с параметром 2, как закончу запись этого видео. И количество корзин, параметр U и параметр V, то есть, это он распределяет параметр V, по-моему, для 3-4 фазы, да, можно изменить количество корзин. Но я с этим параметром не экспериментировал, поскольку я делал это на SSD-шнике, я оставил эти параметры по умолчанию. На харде, естественно, это надо уменьшить на 128, как минимум. Temp Folder 1, Temp 2, ничего не изменилось, я использовал только Temp Folder 1, который по умолчанию продублируется на Temp Folder 2, поскольку у меня один SSD-шник. Так, появился вот этот новый параметр G, ну, не новый, это вот, по-моему, тот, что появлялся. Ну-ка, давайте прокрутим. Я уже забыл, когда это было. Параметр G. Параметр WaitForCopy, кстати, тоже здесь есть вот эта вот галочка. Ну, не знаю, зачем он нужен. MadMax отлично копировал за 15 минут платы на Hard, то есть, это, ну, быстрее не будет. Вот, с максимальной скоростью, в принципе, с которой это у меня получалось. Ну, не знаю, в каких-то случаях, может быть, если у вас копирование плата слишком затягивается, то вы можете вот эту галочку включить, и тогда MadMax будет ждать, пока скопируется файл в точку назначения, вот, который вы указываете здесь. И только потом начнет создавать следующий плод. По умолчанию он начинает копирование, и сразу начинает создавать уже второй плод. Так, а мы давайте вот G. Да. G это параметр, который переключает местами темп 1 и темп 2. То есть, я про это уже рассказывал. Это для равномерного износа. Как вы знаете, на параметр... Какой это у нас? Я уже запутался. Какой у нас там параметр? На параметр T. На параметр T или 2, блин. Ну, давайте сейчас откроем, где этот мой эксперимент по выносливости и по рапторам. Какой я там параметр всегда прописывал. M, то есть, темп директори 2, то есть, второй темп берет на себя 75% ресурса записи. 75%. И темп 1, который обозначается параметром T, берет на себя 25% ресурса записи. То есть, если у вас используется 2 SSD диска, чтобы они изнашивались равномерно, вот эту галочку нужно включить, и он будет... Один в плод создаст, темп 1 будет диск 1, а потом на втором плоте он поменяет, что темпом 1 он поставит диск 2, если у вас их было 2. Короче, но это все старое, все старое, все лирика, ничего интересного здесь нет. Итак, еще что я скажу... Так, где это? Вот, кто смотрел вот эту вот картинку на вкладке сообщества. Это у меня MSI Command Center стоит, со старых времен он стоял, поэтому я им как-то так и пользуюсь. Mad Max этот вообще какой-то ядреный, он у меня фигарил, как я писал здесь, при настройках, при поднятии частоты в Ryzen 1 1700 всего лишь до 3.4, с там стандартным напряжением 1.27, по-моему, у меня было, он сразу улетел в 104 градуса, то есть вообще такого никогда не было, и при том, что я уже включил кондер, тут температура в комнате была уже там не 30, а там уже 27, очень улетел, короче. Пришлось мне снизить частоту вообще на 3.2, по факту на сток, и еще там и вручную выставить напряжение там 1.18 вольта. Тогда только температура устаканилась на 85 градусов. Старые Mad Max так не делали, то есть они как-то не так кочегарили процессор, не знаю, с чем это связано, но жара вроде как не должна на это влиять. Так, теперь, ну вот тут умник Михаил пишет, Mad Max без интерфейса, ну мы все прекрасно знаем, как я сказал, Mad Max делает под Linux без интерфейса, а Stotkiss его переделывает с интерфейсом, как бы это все игра слов, нефиг придираться. Идем дальше. Сколько же времени это все заняло? Я запустил в 14.56, это все дело, как видите, Final Destination, это тоже обычный SSD-шник, Crucial, Disk Temp, параметры, вот, корзин 256 везде, потоков 16, и, в общем-то, в общем-то, все. Farmer, Public Key, Work, ну вот, два темпа, это обычный, обычный, ну, не обычный, а NVMe-шник, этот как, WD Black 750, WD Black 750, так, и того, смотрите, то есть, первые 26 секунд, это хорошо заняло, вторая фаза, это заняло 33, или сколько там, минуты, где тут я считал, вернись, 32 минуты, по-моему, это не быстро, я сейчас не буду открывать, старые файлы, я просто помню, что, с параметрами, в последнем Mad Max 1, версии 1, у меня получилось, создать плод, на моей системе, ну, правда, тогда была частота 3,4, может, это сыграло роль, сейчас я создавал плод на 3,2, а тогда было 3,4 частота, и у меня получилось выйти из часа, по-моему, 56 минут у меня был, рекорд, на моем, не шупер быстром процессоре, а здесь у меня получилось, в итоге, 65 минут, не знаю, 10 минут, это слишком большая разница, на 200 МГц, то есть, ну, по крайней мере, это всего лишь один, прогон, его нельзя считать показательным, но он отработал медленнее у меня, ну, отпишитесь, как отработал у вас, со стандартными настройками, ну, с такими же настройками, да, у меня отработал он медленнее, почти на, на 10 минут, грубо говоря, не знаю, с чем это связано, но, вот так вот, и, а ну-ка, сколько время копирования заняло, ну, возможно, вот это, вот, 462, да, получается, copy to finish, 462, секунды, ну-ка, сколько, 462, разделить на 60, 7 минут, ну, да, получается, если на жесткий диск копируется, у меня, около 15, минут 14, то, на моих, забитый уже, довольно сильно, крушил, со средней скоростью, 224 было скопировано, ну, в два раза быстрее, короче, ладно, такие дела, ребята, в общем, ну, на этом пока что все, я продолжу эксперименты, как обычно, вы об этом все узнаете, на вкладке сообщества, в первую очередь, так что, подписывайтесь, и регулярно туда заглядывайте, а на этом все, всем пока.